Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Год назад, весной 2018 года, известная компания в ходе исследований перевела работников на четырехдневную рабочую неделю, начисляя им зарплату за пять рабочих дней. Впоследствии начальство подвели итоги тестирования, которое длилось на протяжении шести недель, и сообщило, что компания окончательно переходит на новую систему. Исследователи, которые занимались проверкой показателей в ходе эксперимента, отметили, что во всех офисах Новой Зеландии у работников снизились показатели стресса и улучшилась работоспособность. К тому же персонал перестал жаловаться на невозможность найти баланс между работой и личной жизнью. Переход на новую систему в компании будет по желанию. Работники могут оставаться на пять рабочих дней. Тогда им будет позволено приходить на работу позднее и уходить пораньше, чтобы не попасть в пробки и успеть уделить время себе. Министр трудовых отношений Новой Зеландии Иэн Лис Галлоуэй назвал итоги четырехдневной рабочей недели очень интересными и отметил, что он хочет сотрудничать с корпорациями, которые изучают новые модели для современного офиса. Этот эксперимент поднимает много вопросов о производительности труда и культуре долгого рабочего дня, а также об отношении к почасовой работе. Одно ясно уже сейчас – более долгие рабочие часы не обязательно означают большую производительность. К примеру, Южная Корея имеет один из самых низких показателей производительности труда среди стран ОСР, несмотря на культуру долгих рабочих часов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе. В Греции работают чуть ли не больше всех, однако производительность ВВП на час труда очень низкая. Япония – еще один пример страны, где культура долгих рабочих часов не переводится в рост производительности. Сейчас в Японии принимают меры по сокращению переработки и идут на такие шаги, как отключение света в офисах в конце рабочего дня, чтобы не поощрять долгое рабочее время. Интересно, что в России рассматривается проект перехода на четырехдневную рабочую неделю. В случае, если это предложение будет одобрено, то россияне будут работать четыре дня в неделю. А вы бы хотели получить дополнительный выходной? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.